Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Дарья Гзюнова Здравствуйте Алексей Чалый заявил о решении участвовать в избирательной кампании 2019 года 8 июля он сдал в избирком документы на выдвижение в депутаты Законодательного собрания Севастополя 2-го созыва В заявлении для пресса Алексей Михайлович Чалый сообщил Я много раз говорил, что не собирался идти в депутаты на новый срок Однако сегодня сдал документы на выдвижение в депутаты Законодательного собрания Севастополя по округу номер 8 Как независимый кандидат О причинах изменения своего решения я сообщу на пресс-конференции на следующей неделе С учетом того, что осталось всего несколько дней на сбор подписей Призываю всех севастопольцев проявить свою гражданскую позицию И поставить подписи за выдвижение тех кандидатов Которых вы считаете достойными того, чтобы принять участие в избирательной кампании Севастополю нужны такие депутаты, которые будут работать на город, а не зарабатывать на нем Сейчас важна каждая подпись Поставить свои подписи в мою поддержку, а также в поддержку других кандидатов Можно в том числе в медиа-центре Севастополь по адресу проспект Нахимова, дом 1 Новый перевалочный пункт для зерна, комплекс рыбопереработки и паломнический центр христианства Это пока все предложения севастопольских чиновников по разработке концепции национальной комплексной программы социально-экономического развития города Напомним, 8 апреля губернатор Овсянников убедил президента России в том, что городу в дополнение к ФЦП развития Крыма и Севастополя Необходима еще и отдельная программа собственного бюджета О разработке перспективных векторов развития города губернатору города в понедельник докладывали руководители Департамента сельского хозяйства и Главного управления культуры Проект зерновой накопительной перевалочной базы будет рассчитан для дальнейшей транспортировки грузов страны Ближнего Востока В создании комплекса активное участие примет султанат Аман Наши мощности позволяют, у нас уникальная бухта севастопольская, она не замерзает Планируется первый год увеличения перевалки, вот мы на слайде видели, на сегодняшний день у нас 210 тысяч тонн за 2018 год было перевалено То вот с идеей реализации этого проекта первый год у нас будет миллион перевалки через Севастополь Второй год планируется 2,5 миллиона перевалки, а на следующие годы там от трех и далее, то есть до пяти и до десяти Реализовывать проект будет объединенная судостроительная корпорация Однако, пока не называются непримерные объемы затрат на реализацию задуманного, никакие либо подробности по его расположению Вторая отрасль, которую собираются развивать в рамках национальной комплексной программы рыбопереработка, по словам Дмитрия Чумакова Сейчас город имеет в своем распоряжении 16 больших траулеров, многие из которых недавно прошли модернизацию Севастополь имеет один из самых высоких показателей по добыче рыбы в Азово-Черноморском бассейне По сравнению с другими регионами, однако до сих пор не имеет достаточных мощностей для ее обработки Сегодня она уходит в основном, это мороженое в брикетах, это и в ДНР, и в ЛНР, и у нас остается, и в Санкт-Петербург, и в другие страны Но в любом случае, сегодня возник вопрос о необходимости развития переработки, что даст добавленную стоимость и, конечно же, вовлечет дополнительные рабочие места, дополнительные инвестиции Озвученные предложения пока не имеют какой-то конкретной проработанной базы Чиновникам еще предстоит определиться с местом, где планируют разместить рыбоперерабатывающий комплекс Третьим вектором станет развитие культурного кластера города Развивать его намерены с учетом запланированных проектов федерального масштаба Как, например, музейный комплекс и паломнический центр христианства вблизи Херсонеса Начальник главного управления культуры Николай Краснолицкий также заявил о создании особой зоны культурного развития Однако объяснить губернатору, что она собой представляет, у него так и не вышло Особая зона культурного развития, это по аналогии СС, особая экономическая зона В эту тему дальше будете развивать, создать налоговые преференции для тех, кто вкладывается в объекты культуры Безвизовое посещение иностранцами для объектов культуры, вот эти все вещи Вот это интересная история, я прошу ее просто проработать Все остальное мы уже знаем, уже работаем каждый день Правительство Севастополя обещает вложить деньги в частичный ремонт коммуникаций и подъездов Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов Финансирование планируют провести по программе развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя В частности, реконструкция системы газоснабжения пройдет на мысе Хрустальном С учетом приоритетов развития культурного, только что озвученного направления Требуется реконструкция системы газоснабжения в районе мысе Хрустальный С подключением проектирования котельной и вечного огня с культурной композицией солдат и матросов Объем субсидий чиновники пока не уточняют А вот на реконструкцию и строительство тепловых и водосетей Государственному унитарному предприятию Севтеплоэнерго предоставлено 43 миллиона рублей Часть средств также намерены направить на обновление оборудования Третью субсидию получат управляющие компании Деньги потратить на ремонт в подъездах, имеющих спуск на цокольный этаж Выявляются дома, в которых имеется цокольный этаж, в котором расположены нежилые помещения, также есть и жилые И вход в который идет также со стороны самого подъезда Поэтому, выполняя ремонт на условно трех-пяти этажах, требуется, чтобы комплексно завершить ремонт и ремонт цокольного этажа по подъезду Что касается ремонта подъездов многоэтажных домов За них намерены взяться в следующем году, когда будет подготовлен новый порядок субсидирования Независимое телевидение Севастополя продолжает рубрику «Мнение» Ежедневно в эфире нашего телеканала ответы севастопольцев и гостей города на вопросы, которые интересны, актуальны и злободневны Корреспонденты НТС работают на улицах города и предоставляют гражданам возможность высказать свое мнение по вопросу дня Летом нагрузка на пассажирский транспорт города существенно увеличивается Сегодня наши журналисты спросили у севастопольцев и гостей города, довольны ли они работой общественного транспорта Лично для меня хорошо, в любое время суток Ну, хотелось бы, чтобы почаще ходил Ночью не очень хорошо ходит, не очень часто Маршрут 112, вечная проблема, не уедешь с него и на него не приедешь И мы стоим по два часа, ждем 109-й, по крайней мере Я по ночам не езжу, но днем работает почти как в Москве Наши севастопольские топики, которые маленькие, жаркие, душные Если бы они были заменены на крупные и большие автобусы, было бы тоже неплохо Какой вопрос задать решают не только журналисты НТС Вы можете предложить свой вопрос на общегородские темы, позвонив в редакцию независимого телевидения Севастополя по телефону 59 00 62 В Севастополе в районе проспекта Октябрьской революции построят детское футбольное поле и современный теннисный корт Об этом рассказал глава Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов 8 июля он отчитался перед губернатором города Дмитрием Овсяниковым о работе, проделанной с начала года А также доложил о планах благоустройства района в 2020 году Есть позитивная тенденция, нами сегодня законтрактовано 73%, 10% экономии Есть понимание и согласованность с губернатором города, куда мы эти деньги будем перераспределять Это в основе своей внутриквартальной дороги и пешеходной дорожки И мы сошлись в мнении в едином, что все-таки должна быть целостность дорожного каркаса Внутриквартальной дороги, тротуары и пешеходной зоны Это сегодня необходимо делать Ну и также сегодня защищал бюджет 2020 года В 2020 году Гагаринский район Севастополя получит больше средств на благоустройство территорий По словам Алексея Ярусова, объемы согласовываются, поэтому пока рано говорить о суммах В ходе отчета глава муниципалитета представил губернатору схемы благоустройства дворовых территорий Разработанные с учетом пожеланий и предложений местных жителей Это прежде всего строительство детских и спортивных площадок, ремонт дорог и тротуаров Запланированы детские и спортивные площадки Запланировано в районе проспекта Октябрьской революции Строительство детского футбольного поля и теннисного корта Ранее там они существовали со времен Советского Союза Но сегодня все пришли не в годность Жители очень много обращались к нам И Федерации спорта обращались по этому поводу Мы там тоже увязали строительство детских и спортивных площадок С пешеходной дорожкой, которые точно так же будут делать департамент городского хозяйства Мы увязываем работу департамента городского хозяйства, автодора и органов местного самоуправления Чтобы была целостность Новые спортивные объекты появятся в районе домов 26 и 32 по проспекту Октябрьской революции Муниципалитет запросил на строительство 10 миллионов рублей Алексей Ярусов рассказал, что футбольное поле будет с искусственным газоном А теннисный корт оборудует дренажной системой Директор департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Правительство Севастополя Валентин Демидов дал позитивную оценку работе Гагаринского муниципалитета В прошлом году процент освоения был 98,5% органов местного самоуправления То есть те объемы, которые им доводятся, они полностью реализуют Более того, процент экономии, порядка 30% в год Они успевают повторно переторговать и выполнить те или иные работы Что говорит о том, что выполняется больше, на одну и ту же сумму Выполняется больше ремонтов детских площадок, спортивных, дорог, тротуаров и так далее Взаимодействие и сотрудничество В Севастополе состоялась встреча представителей Росгвардии и общественных организаций Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю Полковник полиции Сергей Колбин провел совещание с сотрудниками поискового движения ДОСААФ Детских спортивных клубов Федерации армейского рукопашного боя города и автомобильного спорта Собравшиеся обсудили, как развивать патриотические социальные проекты в организациях Речь шла о предстоящих соревнованиях и акциях Возможностях совместной работы в поисковых мероприятиях Цитата «Необходимым условием для успешного развития государственных и общественных институтов Является воспитание в подрастающем поколении здоровых нравственных ценностей, культуры и норм поведения Наше государство нуждается в эффективной системе общегражданского воспитания» Отметил Сергей Колбин Грузинский оппозиционный телеканал «Рустави-2», который не работал с ночи понедельника, возобновил вещание, сообщает ТАСС Решение о временном прекращении вещания принял гендиректор «Рустави-2» Никагбарамия Заявив об угрозах со стороны митинговавших людей, которые в ночь на понедельник собрались у здания телеканала Выражая протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габуни в адрес руководства России Позже в МВД заявили, что обеспечивают безопасность телеканала и каждого ее работника Люди стали стихийно собираться у здания «Рустави-2» в понедельник, после того, как Габуни в своей воскресной авторской передаче по скрипту Больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России Высказывания Габуни резко осудили президент Грузии Саламез Рубешвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Иракли Кабахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанилидзе Критики телеведущего подверг и гендиректор «Рустави-2» Гварамия Однако, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего Выходка Габуни вызвала негативные отклики среди большего числа грузинских пользователей в Facebook Митинг у «Рустави-2» завершился в понедельник на рассвете Российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии Последний рейс, который выполняла из Тбилиси, авиакомпания Аэрофлот приземлился в Москве в 4 часа 51 минуту 8 июля Из России в Грузию летали 6 авиакомпаний Аэрофлот, С-7, Уральские авиалинии, Победа, Ред Уинкс и Нордавия Руководитель пресс-службы Министерства транспорта Российской Федерации Александр Волков в эфире телеканала «Россия-24» в понедельник сообщил что приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний «Джорджиан Эрвингс» и «Майвой Айрлайнс» их аудиты и одобрения российской стороной а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию На момент принятия решения о прекращении авиасообщения в Грузии находились около 54 тысяч россиян По словам министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха на данный момент около 4,5 тысяч россиян, находящихся в стране не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты и Минтранс Российской Федерации выделил дополнительные средства для их возвращения в Россию на этой неделе У побережья Крыма замечен самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил Великобритании По данным мониторингового ресурса «Плейнрадар» аппарат проводил разведывательный полет вдоль Черноморского бережья Краснодарского края после чего облетел побережье Крыма Отмечается, что самолет-разведчик обошел зону действия радиоэлектронной борьбы в районе Севастополя В предыдущий раз разведывательный летательный аппарат был замечен вблизи полуострова 3 июля Тогда вдоль побережья Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник и патрульный противолодочный самолет военно-воздушных сил США Научно-методический совет по учебникам при Министерстве просвещения России направил 73 издания из старого федерального перечня на дополнительную экспертизу сообщает Пресс-служба Минпросвещения Кроме того, совет рассмотрел новый порядок формирования федерального перечня учебников Согласно документу, который был опубликован для общественного обсуждения Еще весной в перечень попадают учебники, получившие самую высокую оценку по итогам экспертизы Положительное заключение будет выдаваться на 5 лет Кроме того, усилены требования к эксперта В частности, проводить экспертизу может человек с ученой степенью и опытом работы в школе не менее 5 лет В избежание возможного конфликта интересов, расходы и ответственность за качество организации проведения экспертизы учебников будет нести государство Новый порядок экспертизы в полной мере учтет экспертный потенциал как Российской академии наук, так и Российского авторского общества и других экспертных организаций Рассказала замминистра просвещения Татьяна Синюгина Согласно новому порядку, издатели будут обязаны размещать на обороте титульного листа учебника фамилию, имя и отчество людей, проводивших экспертизу учебника В детском оздоровительном лагере Ласпи началась вторая смена в ходе которой ребята смогут в интерактивной форме ознакомиться с основами безопасности дорожного движения В организации тематической смены приняли участие сотрудники управления ГИБДД по Севастополю Я еще раз попрошу приветствовать наш отряд юных инспекторов движения которые будут работать на протяжении всей смены Ребята, мы все с вами являемся участниками дорожного движения и обязаны знать и строго соблюдать все правила дорожного движения В течение смены ребята смогут узнать много интересного принять участие в различных занятиях, увидеть спектакль по правилам дорожного движения принять участие в игре-квесте «Я выбираю безопасность» и тематических мастер-классах Департамент образования и науки по результатам конкурсного отбора направил на отдых в Ласпи более 650 талантливых и одаренных детей сообщает пресс-служба правительства города Всего этим летом за счет средств бюджета города смогут отдохнуть 5200 детей Кроме того, в первую смену в севастопольских лагерях отдохнули 99 детей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кемерово, Камчатского края и Крыма Кенштаб Вооруженных сил Украины обвинил российскую сторону в нарушении конвенции Монтре из-за фиксированной активности в Черном море, пишет РИА Новости Крым На Украине уверены, что Россия в нарушении статей договора концентрирует в Средиземном море крупный подводный флот Под предлогом прохода в ремонт российские корабли нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Бросфорского пролива, за который отвечает Турция заявил представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский и добавил, что украинский МИД уже доложил об этом Турции Напомним, конвенция Монтре была принята в 1936 году Документ устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы По условиям конвенции, торговым судам разрешается проход через проливы в мирное и военное время Кроме того, в мирное время государства Черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли при предварительном уведомлении турецких властей Для нечерноморских государств общий тоннаж военных кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн а максимальный срок пребывания для них в Черном море не больше 21 суток Российских и украинских зрителей свяжет телемост Студии телеканалов «Россия-1» и украинского «Ньюс-1» организуют двухчасовую встречу Граждане России и Украины смогут пообщаться в прямом эфире О проекте в минувшее воскресенье рассказал телеведущий Дмитрий Киселев Он отметил, что длительность связи составит два часа Телемост запланирован на 12 июля, начало в 18 часов по московскому времени Анонс предстоящего эфира вызвал бурную реакцию Возмущенные украинские политики, журналисты и общественные деятели Начали публиковать в соцсетях негативные комментарии Глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Габко Раскритиковала идею телемоста и призвала вынести этот вопрос На отдельные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины В ее сообщении в Фейсбуке утверждается, что проведение прямого эфира между двумя государствами является частью политики по, цитата, оккупации украинского медиапространства Танкер Виздом Венчер с нефтью из США пришвартовался в порту украинской Одессы в субботу Прибытие судна означает осуществление первой в истории Украины поставки нефти из США Как говорится в сообщении администрации Одесского морского порта Танкер Виздом Венчер доставил 75 тысяч тонн нефти сорта Бакин Которая была закуплена ПАУ Укртатнафта для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода По мнению политолога Валерия Песецкого Количество нефти, доставленное из США, не соответствует реальным мощностям Кременчугского НПЗ Это был самый большой в Украине советский нефтеперерабатывающий завод Рассчитанный почти на 19 миллионов тонн нефти Сейчас завод не имеет никаких заказов для того, чтобы себя загрузить Поделился своим мнением политолог Также он прокомментировал сорт доставленной нефти Который, по его словам, отличается от привычных типов для Кременчугского НПЗ С точки зрения же, еще раз повторю, экономического смысла никакого нет По сути нефть золотая И еще один момент Технологический Кременчугский нефтеперерабатывающий завод Рассчитан на российскую нефть марки «Уралс» А притащили сюда американскую легкую Вопрос, как он будет ее перерабатывать, тоже, опять же, остается загадкой Нефтяная компания «Укртатнафта» была основана в 1995 году Является лидирующей в нефтеперерабатывающей отрасли на Украине В Госдоме на заседании межфракционные рабочие группы обсудили меры Необходимые для защиты бизнеса от произвола чиновников и угрозы рейдерских захватов О том, с какими предложениями выступили парламентарии В сюжете наших коллег-журналистов телеканала Дума ТВ Угроза уголовного преследования и избыточный надзор На это жалуются российские предприниматели Со второй бедой начали бороться С появлением реестра проверок административное давление на бизнес несколько уменьшилось Теперь эксперты планируют запустить реестр уголовных дел Уголовное преследование и контрольно-надзорная деятельность Вот два направления, которыми будут заниматься в ближайшем будущем парламентарии Председатель межфракционной рабочей группы Андрей Глушко отметил, что основная задача – это подготовка конкретных законодательных инициатив Страна готовится к прорыву, с одной стороны Страна должна опираться на энергичных людей Людей, которые в состоянии развивать экономику, создавать рабочие места, внедрять инновации и так далее А с другой стороны, у нас атмосфера в предпринимательском сообществе очень-очень сильно начала зависеть от людей в погонах Статью 210 УК РФ нужно пересмотреть Это одно из предложений, которое прозвучало на заседании межфракционной рабочей группы Сейчас, как отметили участники дискуссии, под статью о преступном сообществе можно подвести любой совет директоров, любой компании Эта статья не должна использоваться как инструмент давления на бизнес Без нормальной нормативной базы, в общем, ничего не будет происходить Поэтому вот то, что вы назвали, эти уже проблемы, которые вы сегодня обсуждали 210-е – это огромная проблема Вот только что там 210-е сейчас вешают Год посидит в СИЗО, после этого 210-е еще сколько угодно в СИЗО может сидеть, держать человек Участники дискуссии также отметили необходимость вернуть прокуратуре ряд полномочий В принципе, прокуратура является заказчиком следствия Вот роль следствия и роль прокуратуры Прокуратура для того, чтобы представить в суде государственное обвинение Она должна иметь материалы Для этого она нанимает следственные органы Для того, чтобы они эти материалы провели расследование И представили ей доказательную базу У нас сегодня все происходит на следствие практически бесконтрольно Оно само принимает решение о возбуждении уголовного дела О завершении прекращения уголовного дела Оно само принимает решение процессуальное То есть, например, и тот же мера пресечения, которую суд принимает, но следствие предлагает Поэтому они сами участвуют в судебном процессе Хотя, в общем, по нормам, которые существуют в большинстве стран Следствие – это только свидетель, а не сторона То есть, фактически, сегодня Генеральная прокуратура лишена полномочий по контролю за следствием Вот эти полномочия нужно ей вернуть Как мы знаем, на правительственном часе, когда здесь выступал Генеральный прокурор Представители всех фракций высказали за то, чтобы вернуть Генеральной прокуратуре полномочия за следствием Еще одно предложение Нужен закон, который защитит от рейдерского захвата бизнеса Это касается и участия в процессе банков Сегодня, так или иначе, любой бизнесмен связан с банковской сферой И вот в этой, скажем так, в этом дуэте все полномочия и права есть только у банковской сферы Любой бизнесмен, в случае, если будет интерес в отношении его бизнеса При всех его положительных качествах, своевременных платежах И не нарушении никаких условий кредитного договора Если его бизнес понравился каким-то третьим сторонам, через банковскую сферу они могут этот бизнес просто отобрать Рабочая группа по законодательному обеспечению прав предпринимателей проводит заседание раз в месяц И в ближайшее время парламентарий подготовит поправки к спорной 210-й статье Уголовного кодекса А также предложение по реформированию системы ответственности за налоговые преступления Крымская поисково-спасательная служба Росгвардии спасла 23 человека от разбушевавшейся стихии на Черном море Об этом сообщает пресс-служба ведомства Катер патрулировал акваторию Международного детского центра Артек Около полудня погодные условия внезапно ухудшились Ветер усилился до 10-12 метров в секунду и высота волн достигла 2 метров Несколько человек на водных велосипедах и каяках относило в открытое море Экипаж катера поднял на борт четверых пострадавших и их плавсредства В это же время в районе мыса Аюдак на воде находилась еще одна группа людей К спасению подключили многоцелевой быстроходный катер Пострадавших подняли на борт, среди них были и дети Всех отдыхающих доставили в поселок Гурзов Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю Закрыли мастерскую по производству поддельных документов В пресс-службе ведомства сообщили о ликвидации цеха Который организовал в городе Героя 36-летний уроженец Свердловска Мужчина в течение трех лет изготавливал поддельные документы Официальных органов и ведомств России, СНГ и СССР Большой выкорочке он продавал по всей России с использованием мер конспирации Отправлял документы по почте, а оплату получал на подставные аккаунты Электронных кошельков или банковские карты Органы дознания Управления МВД России по Севастополю Возбудили уголовное дело по признакам преступления Предусмотренного частью первой статьи 328-й Уголовного кодекса Российской Федерации Подделка изготовления или сбыт поддельных документов Государственных наград, штампов, печатей, бланков В воскресенье Туапсинский районный суд избрал меру пресечения для капитана прогулочного судна Которое ранее перевернулось в Черном море в районе поселка Джубга Капитан судна подозревается в преступлении Предусмотренном частью третьей статьи 238-й Уголовного кодекса Российской Федерации Наказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни Или здоровья потребителей Повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц По словам старшего советника юстиции Туапсинского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Максима Степаненко Подготовленное местным следственным управлением ходатайство Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Было поддержано судебной инстанцией Поддержано ходатайство Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении капитана прогулочного судна, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту оказания им услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти двум лицам. Данное ходатайство удовлетворено судом, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток. Напомним, что прогулочный катер «Атолл» перевернулся вечером в пятницу в 100 метрах от берега в результате перегруза почти в 5 раз. На момент происшествия на борту судна находились 55 человек вместо допустимых 12. В Керченском проливе демонтируют рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки самого длинного моста России, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Сборно-разборные металлические конструкции 3,5 года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории, а также бесперебойную доставку материалов к любому участку Крымского моста. Первый рабочий мост соединил Косу и остров Тузла осенью 2015 года. Строительство второго от Тузлы до судоходного коридора в проливе и третьего от Керченского берега до Фарватера завершилось через год. Третий мост – самый протяженный, его длина составила более двух километров. Сооружение из тысячи пролетов на 101 опоре, тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже, весит более 7900 тонн. Рабочие мосты были сделаны с большим запасом прочности. Они справились с непростыми погодными условиями и высокой нагрузкой. Выдержали вес не только конструкции, но и подъемных кранов. Сейчас так называемые «времянки» уже выполнили свои задачи и теперь демонтируются. В настоящий момент наш мост-отряд занимается демонтажом рабочего моста номер 3, который выполнил свою функцию на 100%. С него монтировались все металлоконструкции, завозились строительные материалы. До конца октября мы должны демонтировать его на 100%. Демонтаж выполняется совместно с водолазами. Они помогают поднимать на поверхность трубчатые сваи рабочих мостов, погруженные на разную глубину. Трубы срезаются ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородной резки. Благодаря такой технологии на дне не будет никаких следов конструкции. На акватории останется чистой. Водолазы уже подняли на поверхность около 20 сваи третьего рабочего моста. Им предстоит срезать и поднять еще около 400 штук. Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке. Затем их поэтапно перевезут в другие регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры. У нас есть понтон. На понтоне установлен экран, водолазная станция, водолазное оборудование и все, что надо для работы. Грунт вокруг сваи мы размываем на метр глубину, после чего мы ее срезаем и удаляем на поверхность. Работаем на 7-метровой глубине. Сложность заключается в том, что идет постоянное течение, то в Азовское, то в Черное море. И порой очень сильно. К этому часу все. Выпускайся в информбюро. Смотрите вечером в 19 часов, 21.30, 23.00, ночью в 2 и 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Связаться с редакцией вы можете по телефону. Городской 59-00-62 и мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи.